В госпитале для ветеранов войн организовали праздничный концерт и чаепитие в честь декада пожилых людей. Мероприятие подготовили для пациентов старшего поколения, находящихся на лечении в медицинском учреждении. Госпиталь ветеранов посетил мэр города. На праздники побывала и наша съемочная группа. Хуршида Зайнули на декаду пожилых людей встречает в больнице. Женщину на лечение в госпиталь для ветеранов войн направили из Актанышской Цербы. Врачи добрые, сестры добрые, назначения хорошие. Спасибо всем большое. С Днем пожилых людей, пациентов, находящихся на лечении в госпитале для ветеранов войн поздравил и мэр города. Это праздник большого уважения, любви и добра к людям старшего поколения, нашим мамам, папам, их сверстникам, которые появились на свет в очень тяжелые для страны годы. И голод, и холод, и вашему поколению многое выпало. К Наилю Магдееву обратилась Гульсина Карамова. Она поблагодарила персонал госпиталя. У женщины во время Великой Отечественной войны на фронте погиб отец. Потом в третьем классе закончила, мать умерла. Я кругом сирота росла. И потом в третьем классе уже меня одевать, обувать не было. В четвертом классе 4 километра надо ехать, я не пошла. Пошла, меня забрали колхозники, женщины колхозы работают, даже маленькие. Девчонка кормит, хоть так питаешься, говорят, хорошо. Тимуровский отряд «Теплое слово» школы номер 39 вручил каждому пациенту открытки, сделанные своими руками. Я желаю ветеранам любви, заботы, счастья, здоровья. В сегодняшний конце это тоже наше лечение, этап лечения, потому что музыкотерапия, она тоже поднимает ваше настроение, и вы начинаете себя ощущать еще лучше, чем чувствовали, например, вчера. На сегодняшний день в трех отделениях медучреждения лежит 97 человек старше 65 лет. Лиса Ангамдрашитова, Артем Колесов, Новости, Набережные Челны.